Интероперенность между блокчейнами — это вещь, которую, понятно, очень много людей об этом думают. Сейчас подходов уже есть несколько. То есть, например, есть уже система, называется BTC-DLA, которая делает связь между биткоиновой сетью и эфиром, которая уже существовала два года. Потом есть концепция хаш-таймлок-контракта. Это просто такой протокол, где можно сделать транзакции так, что там Atomic Slow пишет двумя блокчейнами. То есть, чтобы транзакция как будто одновременно случилась одна на одном блокчейне или другая на другом блокчейне. Что можно было, например, один токен, который на одном блокчейне, затрадить на другой токен, который на другом блокчейне. То есть потом есть много всяких более маленьких подходов. То есть люди уже знают, как делать интероперабильность между блокчейнами. Я думаю, сейчас такая главная проблема, что все ждут юзкейса. Чтобы была польза к интероперабильности между блокчейнами, нужно, чтобы были какие-то блокчейн-применения, между которыми стоит взаимодействовать. То есть там и нужно не только одно применение, а нужно два применения на двух разных блокчейнах. И это вещь, которая только случится через какое-то время, когда на самом деле такие применения и будут. То есть это, я думаю, в таком этапе, где есть много проектов, которые об этом думают. То есть там и Lightning Network, и там Cosmos, и там Polkadot, и там вот Interledger от Ripple, и там еще несколько. Но и когда юзкейсы будут, где стоит взаимодействовать, тогда это дольше пойдет вперед. Продолжение следует...